У нас этот мир, он удивительным образом устроен. Мы такие глупые, мы не знаем, что здесь много форм жизни разных. И только очень разумные люди способны это чувствовать, понимать. Но веды не обращают внимания на нашу глупость. Они просто описывают деятельность, деяние высших живых существ. Есть царь высших планет. Его зовут Индра. Он управляет райскими планетами, высшими планетами. И он разок поинтересовался, почему так происходит, что люди на земле, они вообще не соображают, что они живут в ужасных условиях вообще. У них ужасная жизнь, и они за нее держатся страшно. И тогда Господь в сердце Индры устроил такую ситуацию в его жизни, что он совершил оскорбление на святого человека и попал в тело свиньи вообще на земле. Не то, что он попал в тело человека, в тело свиньи на земле попал. И он забыл про то, что он царь планет высших. И он завел себе супругу, свинью. Это описано в ведах. У него появились детишки. И потом его светящее такое живое существо, его слуга, когда карма вот эта закончилась уже в теле свиньи Индры, пришел мудрец, великий мудрец, светящийся, пришел к нему, говорит, слушай, ты понимаешь, что ты вообще царь высших планет? И он дал ему память об этом сразу, тот вспомнил в теле свиньи. Он говорит, да, я сейчас уже знаю, по твоей милости, что я царь высших планет, что я по проклятию попал в это тело свиньи. Он говорит, так давай, оставляй это тело и попадем опять на высшие планеты, будешь управлять нами. Он говорит, мне некогда сейчас, я не могу. У меня тут много дел, у меня детишки подрастают. Хозяин должен нам принести скоро корм. Это большое событие. Должен наесться. У нас много обязанностей здесь. Ну вот у нас премия скоро. Много корма принесут. Будем кушать очень много. Но по воле судьбы произошло все не так, как он думал. Сначала хозяин по очереди поубивал все, на его глазах всех поросят, его маленьких. Потом его жену. И потом, когда он уже понял, что он не должен здесь оставаться. И его заодно. И он, когда вернулся в свое тело царя высших планет, он понял, что вот эта иллюзия, обусловленность телом, она настолько сильна, что любое живое существо, и в том числе и высшее живое существо, попадая в тело, оно очень сильно привязывается к тому, что происходит здесь. И считает это самым главным в своей жизни любое живое существо. за исключением величайших мудрецов, которые смотрят со стороны на все, что происходит здесь. Все остальные очень сильно погружены в события. И поэтому они испытывают боль и страдания в своей жизни. Если человек просто хотя бы молится каждый день, и в этой молитве он начинает чувствовать себя как душу, хотя бы чуть-чуть, то в это время он, несомненно, начинает чувствовать себя легче в жизни. Он уже не такое большое значение придает тем событиям, которые происходят в его судьбе. Хотя бы чуть-чуть, если он почувствует себя как душу. Чуть-чуть. Капельку. Но если он больше почувствует себя как душу, то он попадает не под влияние закона кармы, а под влияние отношений с Богом. Потому что у человека есть два способа жить в этом мире. Один способ — это страдать земной жизнью, под влиянием кармы, находиться в скованном событиях, которые здесь происходят. А второй способ — это в результате молитвы человек постепенно погружается в отношения с Богом. Сначала в отношения с священной книгой и с духовным учителем, с святым человеком. А потом он начинает чувствовать, что через них действует на самом деле Господь. И он, повторяя молитву или имя Бога, постепенно этот человек начинает чувствовать необыкновенную радость в отношениях с Богом. И с этого момента, когда это происходит, Господь начинает заботиться о Него. И все события, которые в жизни его происходят, уже происходят по милости Бога, а не потому, что карма так действует. И он может страдать от этих событий, но он знает, что Господь так хочет, поэтому он радуется. Есть такая царица, она жила 5000 лет назад, царица Кунтии, у нее есть молитвы, она молилась, «Господь, пошли мне трудности, чтобы я никогда не забывал о Тебе». Я так сильно вдохновился, когда прочитал эти молитвы, я тоже начал так же молиться. Господь послал мне трудности. Так послал, что я впал в такое безумие, так сильно начал страдать, что я постоянно думал о Боге. Но когда я вышел из этого состояния, больше не молился этими молитвами царицы Кунтии, потому что я понял, что это не мой способ духовного развития, что я слишком слаб для таких поступков. Итак, видите, есть разные живые существа разного уровня духовного на этой земле, и они по-разному живут все. Но в целом есть два способа жить. Первый способ — человек страдает, находится под влиянием судьбы, и второй способ — человек находится под влиянием Бога. Когда человек служит Богу и является слугой Бога, он уже вне судьбы находится. Хотя внешне то же самое происходит с ним. Но это уже по воле Бога происходит. И этот человек испытывает глубочайшее счастье, живая на этой земле. Такое счастье глубокое, что это невозможно описать никакими словами. Никакими словами. Потому что когда человек чувствует, что это Господь все сам устроил в его жизни, он испытывает необыкновенную радость в своем сердце. Ему хочется, чтобы Господь это делал вновь и вновь. Потому что человек, душа всегда хочет строить свои отношения с Высшим целым. Потому что душа — маленькая искорка, а Господь — это солнце любви. Мы маленькая искорка любви, а Господь — солнце любви. Когда человек чувствует солнце любви, он начинает испытывать такое счастье, что ему вот то, что с ним происходит здесь, в этом мире, кажется просто несерьезным. Не так важно. Так вот. Не так важно. Итак, мы движемся вперед. То есть мы души, которые попали под влияние вот эгоистического желания жить, жить в материальном мире. В результате этого желания мы попали в материальный мир. Что такое материальный мир? Здесь все соткано для того, чтобы мы жили своими интересами. Материальный мир создан для того, чтобы живые существа удовлетворяли здесь свои желания. Потому что хоть мы и забыли, что мы слуги Бога, должны любить Бога, но слово слуги здесь может быть неправильное, должны любить Бога, жить для Бога. Мы забыли об этом. Мы можем чисто теоретически это помнить, а если кто-то из вас не теоретически это помнит постоянно, то тогда вам не надо слушать мои лекции. Вам надо идти в храм и там слушать лекции уже. Потому что мои лекции — это предварительные к духовному знанию лекции. Для тех людей, которые постоянно чувствуют, что они живут для Бога, нет необходимости меня слушать уже. Итак, смотрите, мы попали в этот мир, в материальный мир, и здесь всё предназначено для выполнения наших желаний. Но есть одно «но». «Но» заключается в том, что так как наши желания имеют эгоистическую природу, поэтому они являются причиной дальнейших наших страданий. по факту только через те желания, которые через аскезу приходят. Допустим, я хочу рано утром вставать. Это страдания всем принесёт или нет? Внешне может быть да. Я встаю рано, все от этого просыпаются. Не могут выспаться, ругаются. Но так как внутренняя жизнь самая важная, я встаю рано, и в результате у меня в сердце больше счастья становится. И это счастье, так как я связан с родственниками, со всеми невидимыми, нитими родства, то мне стало больше счастья. Немедленно им тоже становится больше счастья. Но они этого не осознают. Они это воспринимают как событие внутри меня. Они не видят связи. Поэтому человек, который живёт правильно, всегда приносит им счастье. Но связи он может не видеть. Ни он, ни они. Но есть закон, который так вот действует. Я живу правильно, приношу счастье всем. Человек, который живёт правильно, он становится причиной удачи у всех родственников. Когда он уходит на высшие планеты в конце жизни, то он становится ангелом-хранителем для своих родственников. И он защищает их. И даже на лице человека можно видеть, есть ангел такой-хранитель. Есть ли родственник, который на высших планетах как бы находится сейчас и защищает судьбу человека, через сердце даёт знания. Вот в оранжевой кофточке у вас есть, да, ангел-хранитель, такой родственник. Если сейчас... Да, я знаю, что вы чувствуете. Сейчас мы разберёмся, по какой линии. По отцовской линии. По отцовской линии такой родственник есть, который вас защищает, вас ведёт по жизни. Но не у всех людей такие родственники есть. У некоторых есть, у некоторых нет. Но таким родственником может стать духовный учитель. У меня, допустим, нет такого родственника, но зато у меня есть духовный учитель, который меня ведёт по жизни. Я чувствую себя тоже защищённым. Я сам себе сделал такого родственника. Я выбрал его и начал ему служить. И он принял меня потом в своём сердце. В результате я чувствую это родство и защищённость свою внутреннюю. Потому что он святой человек. Видите, всё, что я вам говорю, вы или почти не верите, или совсем не верите, или чуть-чуть не верите. Но это не имеет значения. Потому что можно потом это понять со временем. Главное, чтобы мы с вами имели близкие отношения сейчас. Потому что веды говорят, есть только один способ изменить карму. Это близкие отношения. Да, у людей близкие отношения, карм меняться начинает немедленно. Если у вас есть близкие отношения с деградированным человеком, то вы деградируете. А если у меня есть близкие отношения с вами, то я прогрессирую. Хотите, я вам докажу это? Человек, который о высшем очень внимательно слушает, неуклонно, внимательно слушает, в это время Бог через него действует. И я хочу видеть ваши глаза, потому что я хочу иметь отношение с Богом. Когда человек слушает об истине, Господь сразу просыпается в его сердце, и он тоже слушает, потому что ему нравятся такие разговоры. Я вам сейчас сказал правду. Это не является этими комплиментами. Это мой внутренний опыт. Я в Риге читал лекцию последнюю вчера, даже предпоследнюю. Мы повторяли, я желаю всем счастья. И я мысленно кланялся людям, которые слушают мои лекции. Я почувствовал Господа. Присутствие Господа в этом месте. И в их словах, в их присутствии я почувствовал Господа. А это чувство всегда вызывает сильное счастье. Не то, что я его увидел. Я почувствовал его присутствие отдаленно. Но это вызвало сильное счастье в моем сердце. Почувствовал вечность, чистоту в этих людях. И мне хочется сейчас, вот когда вы слушаете внимательно, видеть Господа в этом. Потому что это приносит огромное счастье. Господь вечный друг всех живых существ. Он нас очень глубоко любит. Мы забыли его, но он нас никогда не забынет. Почему? Потому что он постоянно сопровождает нас в материальном мире, в каждом теле, в котором бы мы ни находились. Душа окружена шариком кармы. Находится внутри вот этого шарика кармы. И смотрит, она ищет счастье для себя. А счастье для себя можно найти только в этом мире. Этот мир так создан, интересно, он манит к себе. Если взять, посмотреть, допустим, сейчас на деревья, они красивые. Вот эта красивая энергия, это энергия Бога. То есть деревья, они манят к себе, то есть они привлекают внимание солнца, лук, озаренный солнцем, деревья. Все это обладает энергией красоты. И мы не можем нарадоваться никогда, глядя на это. Но эта энергия красоты имеет одну особенность. Она не открывает нам Бога, а наоборот уводит от него. И вот эта энергия Бога, которая уводит от Бога, называется иллюзорной энергией Бога. Иллюзорной энергией Бога. Или Майя. Ее просто называют Майя. Слово Майя есть много значений. Майя это мать, также наша мать. То есть мы родились в материальном мире, и материальная энергия является нашей матерью. И она же нас уводит от Бога, для того, чтобы мы не захотели больше никогда здесь рожаться. Она нас уводит от Бога, для того, чтобы мы испытали все страдания, которые нам надо испытать. И у нас пропало всякое желание больше думать о том счастье, которое здесь находится, а не о том, которое находится в сердце. сердце. То есть смотрите, у души есть два направления мышления. Душа находится в карме, в коконе кармы. Есть два направления мышления. Первое направление. Как прекрасен этот мир. Это правда, потому что Господь отражается во всем этом мире. И второе направление это взгляд внутрь, в сердце. Взгляд в сердце. Взгляд в сердце тоже отмечен песнями. Допустим, когда человек просто хочет задуматься о любви, об отношениях, он может петь о родителях или может петь просто о трудовой жизни, допустим. И это все означает внутренняя жизнь. Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепок дом, а все что создано трудом, то мне дороже. Видите, это в сердце отвлекается. Прекрасен этот мир, просто расслабляемся, обалдеем, а когда мы говорим о том, что то, что создано трудом, то мне дороже, мы сразу чувствуем вот здесь что-то возникло, вот здесь. Это означает внутренняя жизнь, она вот здесь протекает, в сердце внутренняя жизнь, вот здесь протекает. И внутренняя жизнь, она имеет одно свойство удивительное, она человека постепенно погружает в очень глубокие вещи, погружает в любовь, в отношения друг с другом, погружает молитву, в раскаяние, прощение, погружает человека в вечность со временем дальше, в желание служить и так далее. Почему? Потому что когда человек внутрь обращается во внимание, кого он видит перед собой? Он видит Бога перед собой, потому что Бог находится сзади души. Душа находится в коконе кармы. Душа может смотреть вперед на этот мир или может смотреть назад на сверхдушу или на голос совести. И вот этот взгляд назад называется внутренняя жизнь или жизнь, в которой человек узнает себя, свою судьбу и побеждает свою судьбу также. Эта жизнь не происходит в событиях, которые нас окружают. Поэтому очень трудно начать внутреннюю жизнь, потому что это непрактично с первой точки зрения. Кажется, ну зачем я буду сидеть сейчас и заниматься глупостью, когда у меня столько дел. Потому что человек он практичное существо, он не может просто зря тратить время. Но вы сейчас занимаетесь внутренней жизнью. Вы сейчас внутренней жизнью занимаетесь. Вы слушаете мои слова через сердце сейчас. Потому что только так можно правильно слушать. Если вы слушаете через логику, то это не слушание. Слушание настоящее, это слушание только через сердце. Но условие такое, я тоже должен сердцем говорить. Если я не через сердце говорю, через сердце слушать невозможно. Это не откликается в сердце уже. Поэтому видите, любой контакт со сверхдушой или через молитву, или через беседу, или через исповедь, там, разный способ, через духовные мероприятия, допустим, вот завтра утром будет духовное мероприятие. И на лице у меня будут какие-то знаки стоять непонятные. Знак В такой, это знак Вишну, означает я слуга Бога. Также есть еще здесь вот Туласи, это священное дерево. Шея это место, где человек отдает себя, если человек золотую цепочку вешает на шею, то он отдает себя служению деньгам, а если человек вешает на шее священное дерево, то он отдает себя Богу. Мы вешаем крестик, я отдаю себя к Слуга, то есть мы на шее всегда кому-то себя отдаем, да? Но вы не переживайте. Не надо снимать, нет, не надо. Женщина должна отдавать себя красоте также. Женщина она служит красоте, поэтому она вешает на шее украшения. Это правильно. Женщина не должна быть без украшений. Ведическая культура говорит, что женщина должна быть с украшениями обязательно. Через женщину действует энергия Бога, Господь действует и Он хочет, чтобы она была красивой, но если она себя делает некрасивой при этом, то она идет против воли Бога. А? Конечно, можно, конечно. Почему нельзя? Можно всем носить. Оно очень чистое, святое. Это не дерево, первых. Туласи это личность, это возвышенная предная Бога, которая воплотилась в тело дерева специально, чтобы очищать людей, которые с ней соприкасаются. И я, так как я тупой баран, я попытался это исследовать своими способами. Я взял просто для того, чтобы увидеть болезни в человеке, для этого, или диагностировать человека, для этого нужен какой-то эталон, с чем-то сравнивать. Нужно хорошее сравнивать с плохим, тогда ты сможешь сделать анализ. И я не знал, где мне взять вот такое, чтобы я что-то очень чистое имел, чтобы с чем-то сравнивать. И я взял Туласи, взял веточку Туласи и начал с ней сравнивать с этой энергией. Я начал понимать тонкое тело. Я начал анализировать, изучать, потому что я всегда, когда это сравнение провозил, всегда видел, что Туласи, энергия Туласи чище, чем то, с чем я ее сравниваю. В результате этого эталона Туласи мне дала знание о тонком мире. Я с помощью этого сравнения это понял, что происходит в тонком теле. Нужно сравнение всегда, чтобы что-то понять. Исследование всегда идет через сравнение. Невозможно просто исследовать, не имея сравнений. И так я для себя усвоил, что Туласи это чистое, очень чистое, возвышенное дерево. А потом я это глубже начал понимать, что это личность, которая дает возможность очиститься живым существам на земле. И есть много таких священных деревьев, в которых какие-то светлые личности вошли. Ну вот Туласи одно из таких деревьев. Туласи даже то есть мясо, кури, алкоголь. Конечно, да. Почему нет? Потому что тоже слышал, если что-то у вас Туласи она очень, очень, она очень, или в Риндадеве она очень милостивая. Она всех, на самом деле всех благословляет, потому что с точки зрения греховности, допустим, я не ем мясо, не курю и не выпиваю алкоголь. По факту я курил только в детстве, баловался в первом классе. Никогда не пил, то есть я несколько раз попробовал в юности шампанское и один раз глоток вина сделал. Последние много лет я стараюсь сексом не заниматься за исключением для зачатия детей. Ну то есть я вообще не занимаюсь сексом, кроме как для зачатия детей. один всего. Я не могу сказать, что совсем не занимаюсь, потому что такое у меня условие. Но я знаю, что я очень греховный человек, и тем не менее я знаю, что я могу и имею право носить кухню на своем шерте. это не то, что я очень святой и поэтому я ношу. Я ношу, потому что я защищаю себя от тех грехов, которые у меня внутри сидят. Потому что когда человек оставляет тело с тулоси на шее, то тулоси позаботится о его следующей жизни. Об этом написано в Священных Писаниях. не рекомендуется, потому что в этот момент ведь можно тело оставить. Как есть анекдот по этому поводу. Так как у нас закон кармы, будем такие анекдоты рассказывать. Анатомическое вскрытие показало, что Чукча умер от анатомического вскрытия. Поэтому не надо снимать тулоси. Но это не значит, что вы всегда завтра обязательно тулоси должны одеть. Смотрите, что такое неправильное восприятие мира. Люди, которые только начинают изучать духовное знание, они настроены очень фанатично, потому что они чем-то вдохновляются и сразу это делают. Потом вдохновляются чем-то другим и сразу что-то другое делают. И себя винят за то, что они до этого что-то делали не так. Я неправильно православный стал, я все срываю, теперь буду вайшнавить. Надеваю это. А потом я неправильно это сделала и теперь еще другую веру принимаю. Поэтому лучше всего просто сначала изучать все. Изучать. Но если вам нравится, скажите себе, я просто хочу попробовать поносить. Я это не на всю жизнь одеваю. Просто поношу, понравится, оставлю, не понравится, сниму. Все. Тоже нет проблем. То, что тулус одела, все это клятва на всю жизнь. Я разок видел в аэропорт шел, увидел одного парня, у него косичка сзади такая, тулуси на шее. И он курит идет. И у него наколки все, все тело в наколках. Я так вообще был в шоке. Смотрю на него, вообще на Вайшнава не похож. Потом смотрю, рядом с ним еще такой же стоит. У него тулуси на шее, сзади косичка, и он тоже курит. А потом я понял, что это просто прикол. Они увидели, что вот так ходят и прикол просто сделали. По приколу одели все это и ходят вот все. И нормально. Молодые люди любят все изучать по приколу. То есть они все одевают, пробуют, носят, смотрят, меняют. А может это в благо? Конечно. Соприкосновение с священным делем всегда в благо. Хоть по приколу, хоть не по приколу. в благо. Ух не в благо. Субтитры создавал DimaTorzok